Итак, всем привет, ребят, с вами Fluttergreen, и сегодня у нас будет реакция на страшилку кладбища домашних животных. Мне недавно кинули, так скажем, страшилочку, которую сказали, ну, чувак, ну сделай реакцию. Я такой вот присмотрелся, и это оригинальная страшилка, то есть, с своим гол... Вот, если вы нашли, типа, версию оригинальной страшилки, то есть, типа, что, как страшилки от дядюшки, обязательно напишите в комментах, потому что мне кажется лично, что это оригинал со своей историей, со своей рисовкой, и даже написано в описании, да, не особо-то я умею пугать, но надеюсь, вам хотя бы было весело. Эта страшилка была сделана специально для Fluttergreen, чтобы он ее посмотрел. Хорошо, вот я смотрю. И этот ролик будет выпущен в премьере, то есть, вы можете сейчас посмотреть в чатик или что-то там написать, а также еще одно небольшое обновление. Ссылочка на донат будет в описании. Все донаты, которые вы скинете по ссылке в описании, денежку и т.д., я, собственно, буду показывать в ролике в начале, и все, что вы кинете за этот ролик, или еще что-то такое, я покажу в следующих роликах, которые тоже будут выложены по премьере. Что ж, а давайте-ка сразу начнем. Кладбище домашних животных. Я, наверное, должна подставиться, но я не вижу в этом смысла. Не так давно со мной переключилась история, о которой я просто не могу молчать. Окей, у нее... Так я не стукнула. У нее, не знаю, какой-то странноватый немного голос, типа... Мне кажется, она пыталась как-то его, знаете, подделать так, чтобы более пугливо выглядело, но... Это звучит, как озвучка русская какого-нибудь аниме. Я сначала должна представиться. Так как не стукнула 14 лет, и я получила паспорт, я решила устроиться на подработку, где не искала требовать слишком много бумаг, которые лень доставать. Но тут я наткнулась на одно объявление о подработке на кладбище домашних животных. Окей. Хорошая подработка, на самом деле. Блин, у кого вообще... Кто вообще думает над тем... Типа... Треб... Я не знаю, как выглядит вообще это объявление, типа... Надпись... На кладбище домашних животных требуется... Типа... Человек, который будет... Работать у нас, я не знаю. Ну, теперь ясно, что ее спрятили. Тут я пришла на собеседование. И все прошло отлично. Короче говоря, старая сторож отдал мне ружье на всякий случай. Маразматичный был старикашка, а там свете базарил. О, да, так и вижу. Жирный барсик вылезает из могилы. А, ну мы отвлеклись. Так. Так. Я не понял. Это я реакцию делаю, или... Ты сделала страшилку, и на свою же страшилку делаешь реакцию? Я не понял. Ладно, давайте смотрим. Еще было для припугивания Эмареи и Готов. Первые три ночи все было спокойно. Вот это неожиданная интеграция в меня. Спасибо. Но в четвертую ночь началось необъяснимое. Я, как обычно, сидела в сторожевой будке, забив на могилы смерть. Но вдруг я заметила девушку на одной из могил. Она была повернута ко мне спиной. В моей голове сразу промыкнула мысль. Наконец-то можно будет применить ружье. Взяв его, огнет... Это было страшновато. Типа, наконец-то я могу применить ружье. Зачем? Типа, ладно. Поняла одну вещь и разочаровалась в людях. Оно не заряжено! Но для припугивания сойдет. Выйдя из будки, я стремительно начала приближаться к девчонке. Подойдя все ближе, я начала подмечать некоторые ее черты. У нее была слишком бледная кожа. И она как-то странно парила над землей. Я по своей натуре не верила в призраков и все это такое. Так что сплавила это на мое плохое зрение. А зрение, правда, плохое. Минус пять, как-никак. Подойдя к ней, я крикнула. Слышь, нехренеть помоги вам в три часа ночи шататься. Ой, зря я это сказала. Когда она обернулась, я обомлела. Огромные круги под глазами, грязные волосы, широко окровавленная улыбка и ярко-серые глаза. Теперь я понимаю, почему от меня учителя шарахались. Единственное, что удалось мне выдать. Мы стояли так 10 секунд, после это начало говорить. Я что, самое особенное выдавал? Окей. Вообще, примечательно, очень хорошо, что она добавилась в субтитры, потому что, может быть, кто-то не услышал вообще фразу, поскольку с очень большим эхом она была сказана. Я должна показать тебе кое-что. Я что, самое особенное выдала я внезапно? Прошу, не забывайте за мной. Фолуми. Вот идём мы по кладбищу. Я начинаю подумать, что уж слишком здесь одинаковые могилы. Чё-то я обленюсь. Не надо вместо меня, я бы сделал критику. Не надо. Грязные, заброшенные могилы. Я никогда не обращала на это внимания. Похоже, хозяевом было всё равно на их любимцев. Погодите, а откуда здесь человек? Не успела я об этом подумать, как девушка становилась рядом с одной из могил. Она молчала. Я наклонилась и прочитала наименование. Собака Дейзи. Это твоя собака? Ты пришла навестить её? Нет, это я. Собака Дейзи, это я. Подождите, чё? Окей. А как этой собаке было столько лет? Типа, она родилась в 85-м и в 2004-м умерла. То есть, это считайте, собаке было 19 лет. Собаки что, так долго живут? Может, я чё-то не знаю? Чё? Мои родители никогда не любили меня. Я была на них, словно, собак. Поэтому я похоронена здесь. А, это девочка, которую при... Как бы относились как к собаке. Всё, теперь всё сходится. Это жестоко. Очень жестоко. Да. Спасибо тебе. За что? За то, чтобы выслушать. Не могу обрести покой. С этими словами, юная девица исчезла. И чё это сейчас было? Вообще, мне кажется, я мог просто сидеть, смотреть, и она бы рассказала всё, всё по факту и всё. Типа, есть куча ошибок. Одна из ошибок, это то, что она не дала мне работу. Типа, сама, можно сказать, попросила, ну, или её друг попросил. Она просто написала, что для меня сделана страшилка. Собственно, она слишком часто прерывалась, при том, что это оригинальная работа. Если это реакция, то да, понятное дело, что я буду прерывать страшилку, смотреть и т.д. В итоге она практически всё прокомментировала. И я такой, типа, блин, мне не дали поработать. Но, по сути, были какие-то проблемы у неё с голосом, или, там, я не знаю, я слышал какие-то, там, дикие шуршания, которые их не должно быть, или же чего-то такого. Но, как я считаю, как я считаю, очень хорошо. Типа, я не знаю, может быть, она делала когда-то раньше страшилки, может быть, какие-то анимации делала. Я первый раз этого автора вижу. По сути, как я вижу, она занимается анимациями. Раньше анимировала... О, 10 месяцев назад анимировала флип-а-клип. А тут я даже название программы не увидел. Так что, мне кажется, она достойна того, чтобы у неё... Вот, ролики собирали много просмотров, я даже подпишусь. И я жду следующих работ. Вот, серьёзно. Добавляешь меня в друзья. Будут... Вот, Диана Фэнтон. Я даже тебя добавлю в друзья сам. Добавляешь в друзья. А потом начинаешь делать ещё страшилки. Я делаю на них реакцию. Говорю, что не так. И давай вместе с тобой как-то скооперируемся, чтобы я мог покритиковать. И мог, собственно, помочь довести до максимального уровня. Чтобы всё было прям идеально. Но, по сути, очень хорошо выглядит сама страшилка. Я даже удивлён немного. Я думал, будет намного хуже. Но это получилось очень хорошо. Типа... И достаточно весело. И, учитывая, что это ещё и оригинальная страшилка. То есть, она сама озвучила, сама придумала историю, видимо. Так что, да, такое вот. Ну что ж. На этом всё. С вами был Флаттер. Всем спасибо, кто смотрел видос. Всем спасибо, кто посмотрел премьеру. Все донатики покажу в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока.